Таким образом, мы сегодня говорим о победе над семейными трудностями. Я вам говорю, какие-то системные ошибки. Рассказываю вам о том, что в целом происходит в сердце человека, в основном что-то главное, серьезное происходит, что мешает жить. Это одна системная ошибка, незнание, чего мне не хватает. А мне всегда чего-то не хватает, зимою, лето, зимою, лето, зимою, лето, осенью, весны. Понимаете, нам всегда не хватает любви. Любви нам не хватает. Эта любовь должна прийти от чистоты человеческой. И от отношений, в которых есть у меня эгоизм, отношений любви между мной и мужем, мной и детьми. Там все равно присутствует эгоизм, отношений, в которых есть только чистота и святость. Это человек, который может быть на иконе у вас нарисован, или может быть он где-то далеко. Это духовный человек, развитый, который посвятил свою жизнь только Богу. В нем почти нет этой корысти. Она может где-то там далеко живет, но вас это не должно волновать. Ваша цель – чистоту его чувствовать и через нее чувствовать Господа в своем сердце. Получать любовь. Вы можете напрямую к Богу обращаться. Это тяжелее, напрямую к Богу тяжелее. Но все равно это метод. Можно напрямую к Путину обратиться, можно через его помощников. Через помощников. С помощником познакомиться легче, чем с Путиным. И до него дойдет о вас информация в этом случае. Если вы напрямую, будет тоже возможно, но тяжелее. Есть, конечно, такие методики, что больше быстро можно к Богу обратиться. Есть такое понятие Богородица. Допустим, женское начало божественное. Один возвышенный святой, он решил царю сказать кое-что важное для его правления. И он не стал к нему обращаться, искать его аудиенции. Он просто начал на пороге дворца, начал изысканными стиками рассказывать о его жене, прославлять его жену. И придворные сообщили, там, знаете, он столько знает про вашу жену. Такие стихи про нее говорит. Прям все знает про ее характер. Удивительный человек. И царю стало интересно, он побежал узнать, что за человек про мою жену знает. Может, там что-то не то. Увидел святого человека, он читал стихи. И сразу же началось общение. Не надо было, понимаете, если бы он еще какие-то стихи про страну, про Родину, там, вряд ли царя бы это заинтересовало. Но про жену сразу. Тут же отношения начались. Видите, к сердцу человека есть ключик всегда. Так и у Бога тоже, к сердцу Бога ключик это его близкие слуги, святые люди, ключик к сердцу Бога всегда. Это именно этот слух. Богородица тоже ключик, Богородица Дева Радость тоже ключик к Богу. Найдите свой ключик, найдите свой способ, как вы будете к Богу близкими с ним отношения строить. Потому что Бог в сердце есть, но он там в сердце выполняет просто производственно, у него есть работа. Он поддерживает наше тело, он дает нам энергию для жизни, счастье и страдания, сколько нам по судье положено. Это такая, знаете, работа, как в офисе. Он просто там выполняет свою работу, у него нет с нами слишком близких отношений. Но эти отношения возможны, если мы сами этого захотим. Почему же у нас нет отношений? Потому что мы отвернулись от него. Мы хотим жить своей жизнью, нам не нужно знать про душу, про Бога. Нам надо побольше денег, квартиру, детей и пошли в Сенат. Понимаете? То есть мы не хотим глубины, мы не хотим глубже понимать этот мир. Поэтому нет близких отношений с Богом и нет победы над судьбой. Энергия любви не течет в сердце слишком сильно. Человек чувствует пустоту, одиночество в жизни. Это признак отсутствия веры. Некоторые говорят, у меня одиночество, потому что нет друзей, нет, жена меня не любит, дети тоже как-то, нет отношений с кем. Поэтому я одинокий. Это правильно, но это поверхностное мышление. Потому что это означает, что человек находится в страсти. Что значит страсти? Это значит, что он не настроен на веру. Когда человек начинает служением заниматься, служить близким, а это невозможно, если все эти мозги не переключатся, понимаете? Переключить их можно только с помощью примера какого-то. Если вам немножечко опрямили. Ну просто вот о настроении людей, которые в этом состоянии находятся. У нас вот эта музыка постоянно в офисе играет. Постоянно. И никогда не надоедает. Одни и те же мелодии. И почему не надоедает, я вам сейчас скажу. Просто для этого надо знать перевод, о чем человек поет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И так далее. Далее вот больше ничего не поется. Целых 15 минут одно и то же. Никогда не надоедает. У нас играет уже много лет. Ну, несколько таких мелодий мы нашли. Вот чисто такая энергия любви, чистая любви к Богу, разлука с Богом идет в эту мелодию. И все решаются все вопросы. Настроение, работоспособность вот такая. Сил хватает. Почему? Потому что когда настроение вот такое служить, думать о Боге, тогда психика переключается. Желание наслаждаться этим миром переключается на ту энергию, которая никогда не кончается. На желание служить, отдавать. Понимаете, и тогда жизнь налаживается. Появляется возможность получить благодарность когда-нибудь от близкого человека. Потом начать его уважать постепенно. Потому что благодарность откроет его чистоту. Ты через эту благодарность почувствуешь в нем хорошие черты характера. И постепенно это приведет к верности. Сначала принятия человека через служение. Потом уважение. Потом верность. А все такое верность вы слышали там из песен. Это вера от пули меня с темной ночью спасает. Понимаете, это уже очень высокий уровень отношений. Сейчас вам расскажу один случай, который произошел в моей жизни в Риге. Я когда был помоложе, я после лекции проводил индивидуальные консультации. По многу времени проводил с людьми, общался с ними. Кто-то вытягивал, там была лотерея. Кто вытягивал, с тем я общался с ними. Значит, Бог захотелось, естественно, общаться. У меня был такой случай, что пришла семья. Муж с женой, он доктор наук. Два высших образования у него. Он там в завкафедры. Какой-то такой ученый человек. И он пришел ко мне только задним вопросом. Он интересовался, как найти себе наставника, духовного учителя. И я узнал от этой семьи, что они живут всю жизнь вместе с 18 лет. Что у них очень счастливая семья. Что они как бы верны друг другу всегда. И что они очень благодарны судьбе за то, что они вместе. Это первое, что я узнал. Они говорят, что у нас нет вопросов по семейным отношениям. Они говорят, что нет вопросов по семейным отношениям. Все, что вы говорите, мы это уже прочувствовали в своем сердце. Мы уже знаем все эти вещи. У нас другие вопросы. У нас есть вопросы о том, как построить отношения с высшей истиной. Как почувствовать высшее счастье в сердце, высшую любовь, высшую чистоту. Хочется чего-то очень большого в жизни. Этот человек очень волновался, когда задавал мне вопросы. И он получал ответы, и он радовался в своем сердце. И эта беседа, она его очень завлекла. Она завлекла его так сильно, что он не заметил, как закончилась его жизнь. Потому что он был гипертоник. И в это время очень сильно было высокое давление. Он волновался. И я не знал об этом, что так может быть. Но у него произошел инсульт. И в тот момент, когда он понял, как правильно жить, он уже в восторге сидел. Как бы в этот момент у него был тяжелейший инсульт. И на глазах у своей жены, у меня, начал уходить из этого мира. Он нагняк, начал падать. Мы вызвали скорую помощь. Ну, я в это время пытался его спасти как-то. Но я краем глаза следил за его женой. Она сидела, понимая, что его близкий человек уходит из жизни. Она знала, что это последние минуты их совместной жизни. И она смотрела на него светлыми, чистыми глазами. Без слез, без упреков, без истерик. Просто чистота из нее исходила такая. Глубокая чистота, память, светлая память из нее исходила. Потом на следующий день она пришла ко мне домой, попросилась встретиться. Я принял ее. Начали беседу с ней. Он уже ушел из жизни в это время. И она мне сказала, правильно ли это, Олег Геннадьевич? Я чувствую об этом человеке только светлую память. Я не чувствую боли никакой. Чувствую только счастье, благодарность от него исходит. Чистота и свет. Больше я не чувствую ничего, кроме этого. Я ей сказал, что это не то, что правильно. Это означает, что вы будете вместе в следующей жизни. Вы никогда не расстанетесь. Потому что вы сдали все свой экзамен. Она говорит, я так и знала. Я не чувствую, что мы не расстались. Что точно мы будем вместе, сто процентов. У меня в сердце полная уверенность есть в этом. И она ушла счастливая, что все хорошо. Она не почувствовала, что он ушел из жизни. Второй случай такой был. Я был очень привязан к одному возвышенному человеку. Я жил, когда в святом месте, изучал древнюю медицину. Я ходил вечером на его воспевания имен Бога. В это время я чувствовал необыкновенное счастье. У меня волосы дубом вставали, мурашки по телу шли. Я чувствовал счастье. Воза округлялись от этого счастья. И этот человек очень возвышенный. Он жил необыкновенной жизнью. Он не забудал никакие правила. Он весь день молился на ночь. Вечером готовил сам себе чуть-чуть. Кушал один раз в день. Потом всю ночь молился. Только утром к утру засыпал на немножко некоторое время. Потом опять вставал и так жил все время. Когда он оставил этот мир, он оставил поклонник перед алтарем. Он упал перед алтарем в поклон и оставил этот мир. Когда через час я узнал о том, что он оставил этот мир, я попытался найти его психическое тело. Я чувствую психическое тело каждого человека. Даже когда я провожу лечение, я диагностирую параметры разные у каждого человека. Никакого тела психического. То есть я занимаюсь такой медициной. Работаю с психикой человека. И чувствую параметры все там. Я попытался почувствовать его тонкое тело психическое, чтобы понять, куда он дальше пойдет. Мне хотелось это понять. Я не почувствовал его тонкое тело. Я настроился и как будто бац, провалился в чистоту и блаженство, в благодать. Это значит, что у человека нет тонкого тела. Его психика растворилась в духовной энергии. Это значит, что он ушел в духовный мир, где нет страданий. Понимаете, это значит, что у человека нет тени греха. Он абсолютно чист. Он соткан из одной благодати и из одного счастья. У него нет эгоизма. У него нет личных желаний, личных интересов. Он достиг высшей цели человеческой жизни. И ушел в высший мир. И нет страданий. От него исходило блаженство и счастье. И сейчас исходит. И с ним установились вечные отношения. Почувствовал, что он не умен. Он жив. Все люди живы, живые, когда уходят из мира. Но большинство людей в нужде уходят. Я вчера узнал, что ушел из жизни один человек. Я посмотрел на него, увидел, что он нуждается. И за него надо молиться. Но этот человек не нуждается ни в чем. Он, наоборот, излучает счастье. Он в счастье ушел. И счастье отдает все время всем. Он называется святой человек. Именно такие люди, они соединены с Богом. Как луч света соединен с солнцем. Если человек связывает свою жизнь с таким человеком, то без всякого сомнения его жизнь наполнится огромной силой, дающей возможность побеждать судьбу. Если вы это в свое сердце знание возьмете, вы будете победителем. Причем важно знать также, что не нужно принципиально ничего менять. Не нужно искать какую-то другую веру. Некоторые люди думают, моя вера не подходит. Да, у меня не получилось ничего, нужна другая. Ваша у вас не получилось не потому, что вера неправильная, а потому, что вы неправильно все поняли. Вы просто глубже начинаете все изучать. Начните глубже понимать, кто такие воздушные люди, что такое молитва, что такое духовная музыка. Ничего не меняя, оставаясь в своей вере. Человек должен двигаться ближе к святости и чистоте. Это даст им возможность победить все трудности жизни. Потому что все трудности находятся в сердце, внутри сердца. Не там ни муж виноват, ни сын виноват, ни кто-то ввел моего сына, он виноват. А виноват — это просто неправильное представление жизни. Мы должны брать силу Бога и отдавать эту силу всем вокруг. А для себя ничего не желать, не требовать. Мы будем получать от людей назад в виде благодарности, но мы не знаем, когда мой близкий человек меня отблагодарит за то, что я делал. У нас нет знаний. Придет время, это обязательно произойдет, и в сердце установится гармония с близким человеком, счастье в отношениях. Но это счастье будет вторичным, и первичное счастье идет всегда в отношении с Богом. Так должен жить человек. Если он живет как-то по-другому, никаких шансов и вариантов ему быть счастливым нет. Все это временно, понимаете? Вы можете говорить, а у нас все хорошо в семье. Это все временно. Потому что ваш близкий человек обязательно уйдет из этого мира. Если вы верите в него, от него получаете счастье. В этот момент вы настолько сильно истощитесь, что вы уйдете потом за ним. Есть такой феномен, что если люди счастливо живут, один человек уходит, а Бога нет в их отношениях, то следующее следом за ним идет и другой. Потому что он не может выжить в этой ситуации. Понимаете, да? Или человек может инвалидом стать. Он может просто потерять работу, силы, возможности в жизни. Никто ни в чем не гарантирован, и вы теряете веру в человека. Ваша разрушается жизнь. Понимаете, не надо верить в человека. Надо энергию брать от высших сил. Теперь еще одно правило, которое я хочу вам рассказать. Это очень важно знать. Я уже об этом говорил несколько раз, но вряд ли до вас сразу это дойдет. Это глубокое знание, требующее детального изучения. Поймите такую вещь, что существуют определенные слои жизни. Эти слои не связаны с уровнем богатства. Как некоторые думают, я в бедном слое живу. Я живу покруче, а я вообще элегант. Понимаете, эти слои не связаны с богатством. Эти слои жизни связаны с бескорыстием. Нижний слой жизни называется невежественный слой. В нем люди вообще не могут иметь личных отношений. Они могут вместе жить, но цель их жизни это издеваться друг над другом. Доставить подчиниться себе. Эксплуатация тела, психики человека идет. Они постоянно доказывают грубый стиль такой поведения. Доказывают свое друг другу. Женщина истерит, мужчина на нее ругается. Таких семей сплошь и рядом можно увидеть вокруг. Можете через стенку слышать, как это происходит. Люди постоянно доказывают, торгуют что-то друг на друга. У них нет добрых отношений. Иногда можно слышать вопли сексуального счастья между ними. Они просто живут в этом желании эксплуатировать тело друг друга, психику. И потом из нашего и близкого человека вышвыривают его со страшной злобой в своей жизни. И находят все другого. Понимаете? Сильное желание наслаждаться человеком. Никакого бескорыстия нет. Означает невежественная жизнь. В ней нет просвета. Нет счастья. Нет стабильности. Нет гарантии. Когда ваш близкий человек хочет от вас только то, что он хочет, вас совсем не слышит. У вас нет близких отношений. Вы не можете ему ничего сказать про себя. У вас нет возможности с ним даже по-человечески поговорить. У вас есть только секс. Есть только выпивка. Есть только драки. Есть только просто ваше совместное существование. Означает невежественная жизнь, в которой вы живете в жутком эгоизме. У вас нет желания служить друг другу. Вы только обижены друг на друга. Или ненавидите друг друга. И хотите как можно больше извлечь счастья друг из друга. Это темный колодец существования, из которого нет выхода. Выход только один. Это поменять представление жизни. Понимаете? И перейти в следующий слой жизни, который называется страстным. В этом слой живет 90% людей. В чем заключается эта страстная жизнь? Она заключается в том, что мы не знаем, что такое бескорыстие. Мы думаем, что и страстный человек искрен верит, что он живет для детей, для мужа. Понимаете? На самом деле он живет только для себя. Только для себя. Потому что когда женщина думает, что она живет для детей, на самом деле у женщины есть удивительное такое свойство – жить счастьем близких людей. Она думает, я волнуюсь о ребенке, это значит бескорыстие. Нет, ты волнуешься, потому что ты хочешь наслаждаться его судьбой. А вот если бы ты не волновалась о нем, а молилась за него, вот тогда это называется уже бескорыстие. Женщина, когда волнуется, она выматывает силы у человека. Я помню, в детстве мама очень сильно любила, волновалась за меня. Олежий, как у тебя дела? Все хорошо? Я говорю, мама, все нормально, ну все, ну мама, ну все нормально. У меня просто не было сил на это, на все, потому что она хотела больше счастья от меня получить, чем я могу ей дать. Это означает эгоизм по-женски просто, по-матерински и все. По-мужски тоже бывает эгоизм. Как у тебя дела, как настроение? Что такое печальное? Ну-ка, давай улыбайся. Выжимает настроение жены. Он говорит, я не могу улыбаться, у меня плохое настроение, отстань от меня. Что значит отстань, я твой муж, я на тебя женился. Я хочу наслаждаться тобой. Что значит отстань, давай улыбайся или уходи. Знакомый этап, означает эксплуатацию. Женщина-человек, у нее бывает иногда хорошее настроение, она излучает счастье. Иногда плохое, она излучает печаль. Она человек, у нее все меняется постоянно. Она как бы, ну, не фонарик, который потер, потер, раз он загорелся. Понимаете? То есть она, у нее батарейки кончаются, иногда трешь и не загорается. Ну, выкиньте этот панарик об стенку, стукните. Надо заряжать батарейки, означает бескорыстие. Женщина не может дарить вам счастье, ну, дайте ей возможность отдохнуть. Найдите счастье в другом месте, дети. Я не могу в другом месте, я устал. Ну, хорошо тогда молиться, учись. Потому что человек никогда не сможет с помощью других людей, с помощью телевизора, детей и спиртного полностью утолить свое желание счастья. Никогда не сможет. Это просто, знаете, вот чуть-чуть наполнится и все. А вот когда человек к Богу обращается, он настраивается у него, тогда счастье бесконечное в сердце течет. Даже просто слушая об этом, вы испытываете счастье. Я уверен в этом. Веда говорит, что человек просто слушая о правильном пути жизни, его сердце уже переполняется радостью. Он говорит, здорово, правильно, я согласен. И он нравится это все. Поднимите руку, кто так сейчас чувствует себя. Видите, это означает, что Бог в вашем сердце говорит, давай, 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 все нормально. Я тоже должен так себя почувствовать, только после лекции, когда мне Бог в сердце скажет, ты сделал все, что мог, молодец. Тогда я так почувствую. А сейчас я не могу это почувствовать. Это называется совесть. Итак, хочу вам сказать важную вещь. Если вы находитесь в этом настроении жизни, что вы пытаетесь сделать вид, что вы любите близкого человека. Вы с ним рисуетесь на обществе, что у вас все хорошо. Вы как бы пытаетесь с ним общаться так, чтобы он не убежал от вас. Ну, как бы, боитесь, что что-то не то будет. Не открывайте ему сердце, боитесь, что он не поймет. Кстати, мне задали вчера этот вопрос. Всегда ли надо открывать сердце? Людям в невежестве вообще никогда не надо открывать сердце, это закончится дракой просто. Людям в страсте не нужно открывать сердце, потому что близкий человек не поймет, и все будет разрушено. Допустим, часто женщины делают такие ошибки. Не создались еще, благостных отношений нет, когда все можно переварить. И женщина начинает рассказывать мужу о прошлых половых своих отношениях. Вообще об этом не надо мужу рассказывать, что там было раньше. Все равно в этом нет никакого смысла. Но было и было, как сон все. Вот она рассказывает, с кем мне, как сексом чувствовалось. Все, она это на всю жизнь запомнит. И потом во время кульминации скандала он будет говорить, так ты мне не верна, ты там с этим, как бы, лучше тебе было, чем со мной, ты меня не любишь, и так далее, понимаете. И ей будет по сердцу резать это все, она будет страдать. Это означает страсти, отношения к страсти. В них нет понимания глубокого человека. В них есть только желание его эксплуатировать, его любовь, и все. И человек думает, господи, как я страдаю, вот это все. Почему он меня не понимает? Потому что мы вообще друг друга не понимаем. Вы что, его понимаете? Мы вообще друг друга не понимаем. Пытайтесь все это понять. У нас сердца каменные. Мы поймем друг друга только, когда будем развиваться серьезно. Часто люди очень сильно страдают по отношению к ним. Говорят, он меня совсем не понимает. Поднимите руку, кто это чувствует. Ну, не бойтесь. Это правда, так и есть. Вот вы то, что чувствуете, так и есть. Он не понимает, но вы его тоже не понимаете. Я могу вам это доказать. Как его зовут? Да? Вадим. Вот. Когда вы эмоционально себя ведете, он очень сильно напрягается психически. Вы это понимаете? Эти вы улыбаться сейчас начали. Теперь да, поймаете. Нет, вы не поймаете. Он так больно от этого, он так стреляет. Он тактичный, чувствительный человек. Он вам никогда не скажет, что ему тяжело. Он просто терпит, иногда не терпит, иногда раздраженным становится. Но вы никогда не поймете, вы думаете, что ты раздражаешься? Ты сам виноват. Понимаете? Я раскрываю сейчас ваши отношения. Судитесь уже, все, уже. Но все на позже ощущениях, на самом деле. Я не только понимаю, что она была тяжелая. Им было тяжело, да. Потому что он очень чувствительный, он очень страдал, напрягался. У него психика разваливалась уже. Он не знал, куда себя деть. Он в стрессе находился очень сильно. Да, что психолог не поможет же. Потому что мы, каменные сердца у нас, понимаете, мы не можем друг друга понять. Он страдал рядом с вами, вы страдали рядом с ним точно так же. Не то, что он больше вас страдал. Вы тоже об обиде жуткой находите. А молиться, понимаете, надо правильно. Во-первых, свою молитву не надо навязывать никому. Это самые интимные, глубокие отношения. Надо так молиться, чтобы никто не сильно не парился об этом. Тихонечко. Я спрашиваю Владимира. Ну, у вас же есть, если ты учил, а кто-то там все. Спрашиваю, он уже мешает ли ему. Да, надеюсь, наступит, как это все-таки все-таки все. Тихонечко надо аккуратненько молиться, не трогать никого своей молитвой. Понимаете? Но вы все равно молились неправильно. В молитве нужно, надо брать силу от кого-то. Вы изнутри пытались ее брать. Поэтому она вам не помогла. Но надо слушать голос еще, пытаться... Ну, значит, не хватило у вас силы, получается. Ну, нормально, нормально. Хочу вам сказать по секрету. Вы можете еще вернуть все назад. Вы не расстались, на самом деле, за чем человек. Просто между вами сильная боль. Ну, да. У вас есть дети, нет? Ну, вот именно, это был темно так, чтобы сидеть на этой... Такой, ну, не теревеливающий решение. Папа, в нем я, собственно говоря, корабли и сына, корабли и волны, и мантры, и я стала сумасшедшая. Вот, и я поверила, ну, он был очень любителем. То есть, если дети под картинку написали, как здесь сказали, хотя это было темно открыли, он был очень любителем, проходим на эту встречу. Какое решение? Оставить... 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 Ваше решение. Такое новое решение? Да. Ну, у нас сейчас... Одни разъявили, да, Наталья, я возвращаюсь... Вы говорите о внешних вещах. А? То есть, вы развращаетесь куда? И возвращаетесь туда-назад, да, к мужу, к своему, да? Я возвращаюсь... Я тоже надеюсь на то, что у вас... Надеюсь, это не способ жить. Это не способ жить. В вашем сердце сейчас жуткая боль и обида. Это называется объем работы. Вам надо настроиться на голос возвышенного человека, начать слушать его и молиться. Постепенно, со временем. У вас сердце будет спокойнее, спокойнее. Вот этот объем камень, который между вами будет преодолевать все больше и больше, больше и больше. В какой-то момент вы почувствуете спокойствие по отношению к этому человеку, к сыну. Вы поймете, что вы наказаны своей прошлой жизнью за прошлый поступок. Я даже вижу событие, которое привело к этой ситуации сейчас. Ну, зачем нам это все знать? Еще хуже будет. Вот, то есть, вы совершили определенный поступок по отношению к своему ребенку в прошлой жизни. И из-за этого сейчас лишились возможности иметь ребенка. Но это тоже все преодолевается. Понимаете, что такое? Да, мы вообще, знаете, такие хорошие, когда спим, зубами в стенке. Я вам рассказываю. Вам надо просто слушать голос возвышенного человека. И в молитве постепенно преодолевать этот объем работы. То есть, мыть кухню. Вот, когда кухня настолько грязная, что из нее идет вонь на километр. Самое главное, не надо смотреть, сколько там грязи. Надо начинать потихоньку мыть, не обращая внимания на остальную грязь. Приведу вам такой, может быть, тривиальный пример. Но он очень классический. Он очень помогает понять. Это я человек, который как бы уже всю жизнь этим занимается. Мне иногда очень интересно помогают мои помощники. Они с любовью иногда делают глупость. Ну, стараются. И у меня в огороде есть акации такие южные. У них вот такие колючки, как кинжалы огромные. Вот если сядешь на такую колючку, она выйдет из ноги с другой стороны. Ну, просто реально нож. У нас такие пики прям. И эти колючки, они разрослись, как бы там ни пройти, ни проехать. Ну, то есть страшная такая ситуация. Они приехали, взяли, и эти колючки посрубали все лишние. И так как они, ну, не сильно, а как бы серьезно вдавались в подробности, что дальше будет, они взяли просто посреди огорода и эти все колючки свалили. А потом ситуация такая, что с ними вообще ничего не сделаешь. Их не взять, не подойти, не переехать. Ну, то есть они под грушей свалили. То есть подожгешь, дерево сгорит. И, в общем, я как бы оказался в ситуации, в которой, ну, понятно, что это несравнимо с вашей жизнью семейной. Как бы, как у новорусского, да? Типа, как бы, этот анекдот встретил новый русский друга своего. Тот худой, а он толстый. Он как бы говорит, ты че, говорит, такой худой. Да я, говорит, недоедаю. Тот говорит, ну, брат, надо себя заставлять. Так, и здесь у нас такая ситуация немножко отличается, он только друг. Вот, но я просто вам расскажу, что произошло потом. Я просто в какой-то момент понял, что это куча, просто объем работы. Я все равно не знал, что с ней делать, потому что никто мне в этом помочь не мог, чтобы ее разобрал. Она спокойненько пролежала полтора года там, вот под этой грушей. Вот, спокойненько пролежала. И в один солнечный день я просто решил, ну, раз это объем работы, буду просто молиться. Сел и решил, как бы, отмолить эту кучеру. Сел, направился на голос возвышенного человека. Прошло в 15 минут, мне долго, там, че, ну, куча и куча, че, это сильно большие страдания. 15 минут мне понравилось, потом раз, у меня в сердце возникло такое спокойствие, что все будет хорошо. И одно просто желание, в сердце знание пришло. Разведи костер. Разведи костер и возьми одну, вытащи там со всей силы одну веточку, они же зацепляются друг за друга. Одну вытащи и брось в этот костер. И все. Ну, наверное, ради примера, чтобы эту кучу победить, морально, надо вот взять эту веточку, вытащить и брось. И все, супер, хорошая идея, думаю. Надо просто ее победить морально, эту кучу. Ну, и взял одну веточку, вытащил из этой кучи, бросил, ну, вытащил с большим трудом. Потом мне жутко захотелось вытащить еще одну. Ну, просто жутко, я начал изучать, вижу вот тут, как бы не сильно она такая, вот здесь торчит, надо, можно вытащить. Раз, вытащил. Через полчаса кучи не было. Вот клянусь вам. Вот просто одна веточка за другой меня понесло. И самое главное, даже без перчаток был, я же не настраивался это все делать, понимаете. Я там, ну, пару маленьких царапин и все. Ничего фактически не было. Просто через полчаса кучи не было, пустое место. Почему? Потому что появилась сила это делать. Вот когда кухню начнешь мыть, начнешь мыть ее, вот только сядешь, начнешь мыть. Потом, знаете, не заметишь, как моешь, 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 моешь. Самое главное, чтобы колючки не укололи тебя очень сильно. Надо быть осторожным. Это означает, когда переедете в эту квартиру с мужем, как вы говорите, бывшим. А я его и не видел бывшим никогда. Я вижу, что вы, да, вы, вас Бог еще не разлучил, вы вместе. Поэтому он вам и не разделил квартиру так, чтобы вы разъехались. Он вам оставил вас вместе. Нос к носу, понимаете. Вот вы приедете к этому человеку, который вас отсудил ребенка. Объем работы очень большой. Приезжайте туда и просто не трогайте его. Спокойно живите рядом, не надо лишних отношений, общения. Не надо лишней ласки и любви. Все это преждевременно. Просто молитесь, пока в сердце не появится спокойствие к этому человеку. Как только вы переработаете весь объем работы, свои сердечные проблемы решите, отработайте свою карму, вам на это понадобится при интенсивной молитве где-то, я думаю, месяцев 6-7-8. Вот так вот. Просто не хитрите. Раз он схитрил, отнял у вас ребенка, вы тоже хитрите, не соглашаетесь разъезжаться. Всегда капризничайте, говорите, не подходит мне это жилье. Ну просто, вот это мое условие, моя просьба к вам. И вот эти 7 месяцев у вас есть. Молитесь, молитесь, молитесь. Первое, что произойдет, он успокоится по отношению к вам и перестанет чувствовать вас врагом. Он не обращает на вас внимания, будет успокоиться, будет кого-то себе искать. Но так как Бог-то вас держит вместе, поэтому ничего серьезного не будет. Вы должны это будете пережить, что он найдет себе какую-то телку. Ну поймите, что если Бог вас держит, значит ничего не будет. Вам надо молиться дальше, возвращать назад отношения. После спокойствия придет чувство счастья. Ну в каких отношениях? В отношениях просто приветливых, дружеских. Вы будете говорить друг другу привет, привет, но ни в коем случае не пытайтесь его тянуть на себя. Никогда вообще. Просто привет, привет, радость тебя видеть там и все. Просто как влюбляются люди, они же не тянут друг на друга, они просто дарят часть, радуются, улыбаются. И вот тоже так вот радости, находитесь рядом потом, когда станет легче. И потом вам придется познакомиться заново. Ну и в кино вместе, может быть, сходить. Не хотел бы сходить в кино со мной? Давай сходим в кино, давай. Говорят, пойдете в кино. И я вижу вас вместе потом. Я вижу вот это. В его сердце, страх перед вашей верой. Да, да. Ну вот вы все узнали, теперь действуйте. Спасибо вам за эту ситуацию. Она помогла всем, правда? Видите, потому что она о чем говорила, девушка, о чем говорила? Она говорила, мы квартиру разделили, у нас был суд, я его ненавижу. Это объем работы. Нет смысла об этом говорить, понимаете? Это все внешние вещи. Допустим, вы скажете Олегу Геннадьевичу, может, будет не так, как вы все говорите. У вас может быть такой аргумент. Вы не знаете, что такое жизнь. Жизнь, она течет в сердце. В сердце все проработано, все получается именно так, как получается. Если вы считаете, что я фантазер, тогда послушайте несколько событий из моей жизни. Первое событие произошло с моей семьей, когда я только начинал молитву. Мои близкие, отец, мать и сестра, поехали на Урал к родственникам из Тольятти на своей машине. В какой-то момент я шел куда-то, не помню уже. Я почувствовал, что они... Ну, почувствовал в сердце, потому что я в этот день хорошо помолился, когда человек молится, то у него появляется видение будущего. Что такое удача или ощущение опасности? Ощущение опасности означает, что сердце свободно от всех заморочек. Когда тебя никуда не тянет, когда ты ни к чему не привязан, ни на кого не обижен, когда ты не чувствуешь досаду, отчаяния, злобу и печаль, в это время сердце очень сильно связано со всеми ниточками, которые находятся вокруг. Человек очень хорошо понимает, что происходит вокруг него. Он как антенка, которая на все реагирует. В этот момент я был в таком хорошем расположении духа, я чувствовал все, что происходит. И в этот момент я понял, что мать, отец и дочь, ой, и сестра должны разбиться сейчас насмерть на машине. Вот прямо сейчас. Я как шел, так и встал на месте. Я начал вот эту практику, о которой я рассказываю, начал думать о воздушном человеке, начал молитву. И в какой-то момент я почувствовал, что я влияю на ситуацию. Я вот так вот застыл, молился, 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 потом раз, и в сердце такая легкость. Ну и я, естественно, я не был уверен, что это именно так и происходило, просто подумал о всякий случай. Потому что я помню один случай, я как раз вспомнил в этот момент один случай, когда в институте ко мне, у меня был кружок по этим всем вопросам, связанным с тонким видением и так далее. Ко мне приходили даже преподаватели с кафедр, с различных на эти занятия. И одна женщина, преподаватель, плакала как бы после очередного занятия. Она сказала, что я ночью увидела, мама ко мне пришла ночью и сказала, что я умираю. А я перевернулась на другой бок, а утром пришла в ее комнату, увидела, что она уже умерла. Я не могу себе этого простить. И то же самое я почувствовал в этот момент. Я не перевернулся на другой бок. Я просто начал очень серьезную, жесткую, твердую внутреннюю концентрацию молитвы на победу направленную. И потом, когда они приехали, они мне рассказали. Я хронологически потом, потому что у меня такой исследовательский характер, я взял хронологически, начал изучать, когда это было, и увидел состыковку по времени, абсолютную состыковку по времени двух событий. И так произошло следующее. Они ехали просто по дороге. И навстречу выехал КамАЗ. И он потерял управление, он выехал на встречную полосу, они начали сворачивать в овраг, он тоже сворачивает в овраг. Они увидели, что водитель спит. Прямо увидели, что в машине он как на руль лег вот такой, то ли у него там что-то с ним случилось, непонятно. Но в общем, он ехал прямо на них. И они разъехались буквально в миллиметр и полетели в овраг. Ну не в овраг, а там вот обочина на дороге, вот это вот углубление такое. Они туда улетели, короче, встали на четыре колеса, ничего не перевернулись, просто чуть-чуть проехали, выехали и поехали дальше. Не царапин, ничего, все абсолютно спокойно. Такая ситуация. И они говорят, какое-то чудо нам помогло. Это не является чудом. Это закономерный исход того, что хватило энергии счастья, хватило вот этой силы любви для того, чтобы справиться с судьбой. Только и всего. Второй случай произошел уже не так спонтанно. Один мой знакомый, человек, который находится рядом, он съел недоброкачественный продукт, который был поражен бутулизмом. Я рассказывал вам про этот случай? Я часто его рассказываю на лекциях, чтобы вы поняли, как это работает все. И он настолько сильно начал уходить, что буквально на следующий день он был в реанимации на искусственном дыхании. Его жена прибежала ко мне, упала на колени, сказала, «Помогите, я знаю, что вы можете спасти его жизнь». Заплакала такая, ну все, в общем, она просила помощи очень серьезной. Я принял решение немедленно как бы начать молитву, но я чувствовал, что у меня не хватит одного сил. Я начал молиться и чувствую, что я почувствовал, соединился с ним, с его жизнью, как бы в своем сознании. Почувствовал, что у меня никаких шансов вообще нет ему помочь. Я собрал 40 человек, мы сели все вместе, и два часа очень интенсивной, мощной молитвы включили очень громко голос возвышенного человека. И через где-то полтора часа я сидел неподвидно, в одном положении тела, у меня все затекло. Я думаю, я не пошевелюсь, пока мы не победим. И мне просто стало жутко, просто тяжело. И в какой-то момент я почувствовал, что вот этот груз в сердце, такой холод, тяжесть, который указывает на гибель человека, он начал таять. И у меня в сердце возликовало, не то, что он растаял, я просто почувствовал, что я, ну, пошло движение. Это вообще никакого движения, как камень просто. Я почувствовал, что пошло движение вперед, я начал дальше молиться, и мы больше даже молились, чем положено. И в этот момент я почувствовал, что он будет жить, четко очень почувствовал. А до этого четко чувствовал, что он уйдет из жизни. Вот эта перемена, она была колоссальна, потому что астрологи говорят, раз кому что положено, то и будет. Ничего подобного. Я увидел, что вот это то, что положено, преодолевается силой молитвы. В этот момент я увидел это, четко почувствовал. Потому что с родителями все как-то спонтанно и быстро произошло. Я ничего не понял толком, а здесь было огромное усилие, наполненное знанием. Потому что долгое время я не мог поверить, и просто думал, я сделаю все. Но в какой-то момент я почувствовал, что поддается ситуация влиянию. И тогда это сильно вдохновило и меня. И мы все вместе еще помолились, и в этот день он начал дышать, этот человек. Но он был парализован на одну сторону, ослеп на один глаз. Ну то есть жизнь в таком состоянии, это как в этом анекдоте. Доктор, я буду жить, я бы не советовал. Ну то есть серьезная ситуация, в которой стоит ли вообще человеку жить, когда он такой молодой парень. Но я продолжал свою молитву. Этот человек восстановился полностью. У него сейчас глаз видит, нервная система вся работает, парализации нет. Он нормальный, здоровый человек. Чуть-чуть слабости больше, чем обычно, и все. Такой результат. И он вышел полностью из этого аппарата искусственного дыхания, сняли через несколько дней. Но врачи были абсолютно убеждены, что он умрет. Вот абсолютно. У них не было никаких сомнений. Я могу все оставшиеся два часа рассказывать вам разные случаи из моей жизни, из жизни моих друзей, которые связаны с молитвой. Поэтому я и так убежденно сказал, потому что я знаю точно, что дальше будет. У меня нет никаких сомнений. Я вижу ситуацию. Что? Я хочу спросить, как мне предложили молитву? Надо очень громко молиться вслух и слушать голос, повторять так же, как он. Не думать о себе. Вот и все. Дальше все получится. А вот когда вы вместе с ним будете, тогда будете шепотом это делать. В наушник вставить в ухо, будете шепотом. Когда одна, вслух. Но нужно же молиться в утренние дни, потому что по суставам, например, а физическая работа, а он не советует. Молитесь, когда можете, не обязательно в утреннее время. Вот сейчас у меня не получается внутреннее время. Я молюсь с десяти до двенадцати, допустим. Вы сейчас, когда со мной разговаривали, у вас в сердце была тревога. А я хочу, чтобы у вас было чувство победы, которое у меня есть. Надо просто верить, учиться верить, а не сомневаться. Понятно? Хорошо. Спасибо. Вот теперь другой разговор. Вера передает знания. Чего сомневается, он как блок ставит. А верит он вздохнул, выдохнул, поверил и получил внутрь. Хорошо. Мне тоже повезло. Так, движемся дальше. Вот этот слой страсти, это просто возможность понимать жизни. Не надо теряться. Если вы почувствовали, что да, между мной и мужем формальные отношения, да, у нас нет росписи, да, мы считаем друг друга просто партнерами, или у нас есть семья, но мы не можем близко поговорить друг с другом, да, мы считаем, у нас нет счастья сильно большого, любовь как-то почему-то заставила, чуть-чуть закончилась. Не надо это считать поражением в своей жизни. Часто люди думают, что вот все, как бы мне не повезло. Олег Геннадьевич, вы правильно говорите, но у меня исключение, особый случай, который не поддается. Ситуация критическая. И лучше всего, наверное, вот начать все сначала, но с другим человеком. Такой вывод иногда на моих лекциях сделать. Все классно, все правильно, но с другим человеком. И самый лучший вариант это сделать так, чтобы он меня бросил, а не я его, чтобы на меня карма не ложилась. Бог и не дурак же, он в сердце, ну блин, сочинительница. Вот, все равно ничего не получится, понимаете? Он все равно будет вас воспитывать за все, что вы придумаете. Так хочется убежать от своей судьбы, от работы и делать все попроще в жизни. Ничего не получится. Надо за все человек терпить наказание. Я вам говорил вчера, что я вижу, кто кого бросил, и что, какой результат. В сердце у женщины, которая бросает человека, холод. Так вот, с холодом. Понимаете, у женщины есть две энергии, которые притягивают мужчину. Одна энергия дает наслаждение, но она ни о чем не говорит. Как говорят, секс это еще не повод для знакомства. Понимаете? То есть, эта энергия наслаждения, которая исходит от женщины, она не привязывает мужчину, она просто заставляет его наслаждаться. Наслаждаться, наслаждаться ей. А потом, когда наслаждение заканчивается, он ей говорит, «К обеду вернусь, твой песик». Кастам Бендер, помните? Вот. И уходит навсегда. Так вот, знаете, что у женщины есть еще вторая энергия, которая идет из сердца. Она, это энергия тепла, семейного уюта, тепла и вечных отношений. Это энергия, настоящая энергия любви, которую женщина получает как награду за ее правильное, чистое поведение в жизни. Поэтому женщины очень сильно стремятся вести себя правильно, чтобы эту награду получить в жизни. Интуитивно. Когда у женщины эта энергия тепла и сердце исходит, то мужчина, он привлекается, если именно ей, то тогда он ведет себя немножко иначе в отношениях. Он не тянет ее в постель, он с ней общается, дружит, разговаривает, пытается ее понять как человека. То есть отношения строятся постепенно, а не стремительно. Хотя даже они могут стремительно развиваться, но он может позже почувствовать от нее эту энергию тепла и сказать ей важные слова. Итак, женщина, которая бросает мужа, она разрушает эту нить, которую Бог держит за то, что она это делает, добровольно разрушаясь, считая, что она не может справиться с ситуацией, что и она устала, не может так дальше жить. Разрушая семью, она становится наказанной, получает холод в свое сердце, и в результате она может встречаться только с мужчинами, но вместе жить не может. А если и живет вместе, то чувства с семьей тоже не возникает. Для того, чтобы возникло чувство с семьей, такая женщина должна раскаиваться в своем поступке по опыту примерно 7-8 месяцев, 9, и в какой-то момент появится чувство облегчения, тепло из сердца пойдет. И тогда Бог вам даст обязательно мужа, уже в это время. Ну, вы опять, 8 месяцев, Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич, вы обещали через 8 месяцев. Я говорю про раскаяние, понимаете, я не говорю про сроки. Я не знаю через сколько, может у вас через 5 минут все произойдет. Откуда я знаю? Вся же всякое бывает, понимаете, как человек получает как бы награду от жизни. Мы все думаем об этой награде, понимаете, но думать надо не о награде. Думать надо о том, что надо делать для того, чтобы эта награда пришла. Понимаете, вот о чем надо думать. А вы все о награде. Награда придет, конечно, в свое время. И так, это все награда, понимаете. Это все награда. А жизнь, она другая. Она соткана из труда. Труда сердца, понимаете. Труда сердца, это целая наука. Надо быть грамотным в этом науке. Девушка говорит, я вот что-то молилась, ничего не получилось. Нет грамотности, надо изучать это, как это делать. Нужно учиться этому. И эта учеба простая. Вот мы два раза потренировались, уже кто-то что-то понял, уже начал чувствовать. Понимаете, как ребенок учится ходить, так и человек учится эти отношения с высшей истиной строит, интуитивно чувствуя, что надо делать. Здесь нет такого слишком чего-то сложного. Но идея заключается в том, что очищение сердца, раскаяние необходимая вещь. Если вы нарушили волю Бога, вы разрушили свою семью, теперь надо сердце сделать теплым. А у мужчины наоборот, когда он разрушает семью, начинает жар такой сильный из сердца идти. Этот жар означает желание наслаждаться женкой красотой. И обычно Бог ему дает такую возможность сразу же. Сразу мужчина, который разрушил семью, находит себе девушку, которая втрескивается, влюбляется. То есть думает, ну вот, законы не работают. Олег Геннадьевич, который говорит, у меня все классно, пей, гуляй, веселись. И он наслаждается жизнью, не понимая, что это и есть наказание. Он сильно привязывается к этой женщине. А потом она «хлясь!» и рушит его жизнь. И он чувствует то же самое, что жена почувствовала, когда он ее бросил. Понимаете? Потом он со следующей пытается строить отношения. Опять та же песня. Влюбляется, бросает и так далее. И он просто как пес бездомный живет, такой человек. Пока не раскается. Понимаете, да, о чем я говорю? В этом мире есть законы. И вот хотим мы или нет. И нам придется эти законы принять и изучать, и соблюдать. Конечно, не хочется верить во все это, потому что трудно же это все. Но деваться-то некуда. Любую ситуацию можно преодолеть. Только есть два способа преодоления. Сейчас вам расскажу о втором. Бывают ситуации, когда человек не может изменить ситуацию. Но Бог ему дает знания, победы, чувство победы и понимание, зачем эта ситуация пришла. Например, человек заболел раком, и надо ему оставить этот мир. Но он в молитве побеждает судьбу и оставляет этот мир, испытывает огромное счастье и уходит в высшие миры потом. Сама в принципе смерть не является поражением. Поражение означает, что ты не справился с жизнью. Понимаете, иногда человек лишается жизни, но он победителем остается. Но это редкий случай. Чаще всего человек, когда так действует, он настоящим победителем остается. Он побеждает все. Приведу пример. Одна женщина из Алматы подошла ко мне. У меня была такая ситуация. Ну, необыкновенно сложная. То есть она заняла деньги у одного очень богатого, влиятельного человека. Она сама была богатым, влиятельным человеком. Она заняла деньги, но в стране произошел катаклизм, и деньги ее обесценились. Как бы она потеряла свой бизнес, и осталась, стал знак крупную сумму денег, огромную просто. А он настолько сильный, влиятельный человек, он говорит, отдавай деньги или будешь сидеть в тюрьме. И он то, что если он говорит, так и будет. То есть вариантов нет. Она пришла ко мне, плачет, говорит, денег нет, занять негде, такую сумму никто не даст. В тюрьму не хочется, не знаю, что делать. Я просто говорю, надо молиться. Она говорит, я не могу молиться, пожалуйста, сами помолитесь. У меня времени нет, как бы я погибаю, помогите. Ну и правда, она меня вдохновила, я взял, помолился. Не так много, где-то часик посидел и понял все, что надо делать. Я как бы, меня осенило вот эта ситуация, разрешилось все. Я подошел к ней, потом на следующий день говорю, вы знаете, вам надо самой теперь помолиться, чтобы найти силы на этот поступок. Вам надо прийти к этому человеку, потому что если вы не найдете силы, в вашем сердце эта ситуация с ней не решится, вы не сможете сделать так, как все происходит, как должно происходить. Она сделала это, она сказала, я готова, у меня есть силы. Я говорю, тогда идите к этому человеку, идите к этому человеку и скажите ему, у тебя есть два варианта, можешь меня посадить и ничего от этого не получишь. Или я могу работать у тебя менеджером, поставь меня к себе на работу, я буду отдавать тебе часть своей зарплаты, сколько ты скажешь, на часть зарплаты жить просто. Постепенно я отдам тебе так весь долг. Он подумал, подумал, сказал, ну давай попробуем, посмотрим, как получится. И она начала ему делать бизнес, она настолько талантливый человек, она просто его обогатила. Он буквально через год, по-моему, простил ей все долги, купил ей квартиру, сказал, оставайся у меня, да мне нужна, и все. И на этом все закончилось, все беды и печали. Представляете, какое смелое решение, которое сделало ей жизнь еще лучше, чем была.